Добрый вечер, в эфире новости КТК. О главных событиях дня расскажут наши корреспонденты. Мы шелпан Сахареева. Я Алексей Шахматов, здравствуйте. Смотрите сегодня. В сельской школе восточно-казахстанской области на школьников рухнула штукатурка. Трое детей сейчас в реанимации. У меня всегда было такое чувство того, что потолок требует ремонта. В Алматы таксист, который оказывал услугу трезвый водитель, протаранил автобус и скрылся, бросив пострадавшего клиента. В стране увеличилось количество преждевременных родов, но врачи говорят, что научились выхаживать даже самых крохотных младенцев. Эти считались плоды выкидышей, и они не регистрировались. В Казахстане хотят штрафовать владельцев животных, которые не убирают экскременты за своими питомцами. Необходимо рассмотреть возможность выделения отдельных территорий для выгула собак. Итак, ЧП сегодня произошло в сельской школе в Восточном Казахстане. Там прямо на учеников рухнула потолочная штукатурка. Трое детей в итоге оказались в реанимации. Педагоги и родители пьют успокоительно и говорят, что на ветхое здание они жаловались. И не раз. Но в бюджете никак не могли найти денег на ремонт. Ксения Трухачева побывала на месте происшествия. ЧП в средней школе поселка Устоловка произошло в самый разгар учебного дня. Ученики третьего класса только вернулись с урока физкультуры и начали перебываться. В этот момент на детей, которые зашли в класс первыми, и рухнула штукатурка с потолка площадью примерно полтора квадратных метра. Но весьма увесистый кусок. Шокированные учителя сразу вызвали скорую. Штукатурка с кусками цемента обвалилась на головы и спины четырех школьников. Пострадавших могло быть и больше. Но во время перемены большинство учеников задержалось в коридоре. Периодически мы просили тех персонал. Они ходили, простукивали потолок. Потому что у меня всегда было такое чувство того, что потолок требует ремонта. Сама школа состоит из двух частей. Относительно новой и совсем старой. Старой секции уже более 50 лет. И когда здесь проводился капитальный ремонт, уже никто не помнит. Администрация учебного заведения только что-то подбеливала и подкрашивала. На больше денег не выделяли. Родители девятилетнего Шурата Мухтарова молятся за здоровье сына. Он пострадал больше остальных. Парта, рядом с которой стоял ребенок, вообще развалилась под тяжестью упавшей штукатурки. Когда я сюда приехал, они все втроем уже в скорой. Наш сын лежал в скорой, а эти двое сидели. Девчонки были перебинтованы, у нашего сына был на шее корсет. В районной администрации после ЧП заявили, ремонт в поселковой школе начнется уже со следующей недели. Всю старую секцию здания поэтому на время закроют. А родителям пообещали компенсацию на лечение. К пострадавшим даже собираются приехать специалисты из областного центра. Известно, что у детей черепно-мозговые травмы. Сейчас трое из четырех пострадавших школьников находятся в реанимации местной больницы. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое и их ждет дальнейшее обследование. Еще одного ребенка, повредившего руку, отправили домой. Если травмы окажутся серьезными, родители школьников подадут в суд на виновников происшествия. Ксения Трухачева, Ростислав Захаров, КТК, Восточно-Казахстанская область. В Алматы таксист, оказывающий услугу трезвый водитель, протаранил автобус и скрылся с места ДТП. Авария на одном из перекрестков города произошла ночью. В результате пассажира из легковушки госпитализировали. По словам водителя автобуса, после смены он возвращался в автопарк. В это время на красный свет вылетела Toyota Camry. Затормозить водитель автобуса не успел. От удара легковушка отлетела в дерево. Позже выяснилось, что пострадавший пассажир является хозяином машины. Он рассказал, что выпил и решил воспользоваться услугой трезвый водитель. Но после ДТП таксист неожиданно скрылся. Кто именно сидел за рулем легковушки, сейчас выясняют правоохранители. Версия о трезвом водителе проверяется. Поиску избежавшего водителя уже подключились сотрудники отдела розыска. Помимо этого, подразделением административной практики этот факт уже зарегистрирован. И ведутся дополнительные работы по установлению точных обстоятельств и причин. Обычно сбегают те, у кого рыльца в пушку. Кто в наркотическом либо алкогольном опьянении. Кто сел за руль без прав, без удостоверения водительского. Стали известны новые подробности о водителе, наехавшем на троих пешеходов в центре Астаны. Выяснилось, что владелец черного кроссовера, протаранивший авто и подмявший под себя прохожих, несколько лет назад уже попадал в аварию на той же улице. Три года назад Болат Молдогалиев не справился с управлением у дома министерств. В ночь на 2 июня 2014 года он наехал на деревья, а после врезался и в само здание на внедорожнике Рейндж Ровер. Тогда суд взыскал с него чуть меньше 20 тысяч тенге в пользу государства. И вот теперь следователи вновь выясняют все детали ДТП, которое произошло уже 12 ноября. На парковке у торгового центра Молдогалиев врезался в припаркованный автомобиль, после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов. Состояние одной из пострадавших до сих пор остается тяжелым. Именно ее отец и рассказал о прошлом ДТП с участием Молдогалиева. Сам виновник трагедии сейчас тоже в больнице. Через несколько дней после аварии на странице в соцсети он признался, что на момент ДТП с ним случился приступ, и он не мог себя контролировать. Какой именно приступ уточнять не стал, но уже известно, что ранее Молдогалиев состоял на учете с диагнозом эпилепсия. Арестованных принцев Саудовской Аравии могут освободить, правда, за это им придется заплатить. Иностранные СМИ сообщают, что власти страны ведут переговоры с обвиняемыми в коррупции, о смягчении им наказания. Виталий Мантров знает цену свободы. Виталий, так сколько же она стоит, расскажи? Ну, это где как. В Казахстане, например, не так давно президента Международного центра приграничного сотрудничества Василия Ни, получившего колоссальную взятку в миллион долларов, не стали упекать за решетку просто потому, что он раскаялся. В Саудовской Аравии свобода стоит денег, причем очень больших. Правительство хочет конфисковать 70% имущества подозреваемых, а это миллиарды долларов. Такова, пишет Financial Times, цена билета на волю. Хотя сейчас заточение элитных саудовских коррупционеров, заточение мы не назовешь вовсе. Принцы и бизнесмены находятся под следствием в пятизвездочном отеле Ритц Карлтон. Видео с ними, как бывает в Казахстане, после громких задержаний никому не показывают. Но, судя по публикациям в прессе, тяжко всем там. Некоторые уже даже согласились отдать кругленькую сумму, чтобы покинуть эту суровую фешенебельную тюрьму. По некоторым данным, если все пойдут на сделку, истощенная из-за низких цен на нефть казна страны может пополниться на 800 миллиардов долларов. В этом некоторые эксперты и видят мотив масштабной чистки потенциальных наследников королевской семьи, устроенной саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Мы уже увидели, что на прошлой неделе он, возглавив комитет по борьбе с коррупцией, благодаря своим репрессиям против наследников престола, чиновников и предпринимателей, смог даже повысить цены на черное золото во всем мире. Что ж, конечно, для Казахстана это хорошо. Ну, это понятно, ведь Саудовская Аравия – это крупнейший производитель и экспортер нефти. Поэтому углеводороды серьезно реагируют на события в королевстве, а тем более такого масштаба. Вот и Daily Mail сообщает, что разменявший девятый десяток лет король Саудовской Аравии Салман бен Абдалязиз Аль-Сауд на следующей неделе планирует уйти в отставку. Если это произойдет, вся власть перейдет к его сыну, 32-летнему Мухаммеду бен Салману, назначенному наследным принцем этим летом. Судя по всему, такая серьезная зачистка истеблишмента нужна ему для того, чтобы усилить свое влияние или даже предотвратить дворцовый переворот. Вот. Игра престолов ведь безжалостна. Да, будем следить, чем она закончится. Виталий Мандров рассказал о борьбе с коррупцией по-саудовски. Продолжим выпуск. Жительницу Кокшитау наказали за то, что она возмутилась в интернете работы хирурга. Год ограничения свободы и 100 тысяч тенге компенсации самому врачу. История началась с того, что муж Марины Ермаковой пожаловался на занозу в пальцы, и они поехали вытаскивать ее в городскую больницу. Виктория Савельева с подробностями. Когда Марина Ермакова публиковала в соцсети пост о враче, который отказал в помощи, ей наверняка и в голову не приходило, чем все это может закончиться. А обернулось все совсем не радужно. Ей назначили год ограничения свободы. Обязали заплатить 100 тысяч тенге и опровергнуть свои высказывания. Возложить на Ермакова исполнение следующих обязанностей, не менять постоянного местожительства, работы, учебы, без уведомления дополнительного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать увеселительные заведения, а не на кафе, бары, рестораны, клубы. Началась история около двух месяцев назад. Субботним вечером в палец ее мужа, он работает на ИСТО, вонзилась заноза. Супруги срочно поехали в больницу, но там дежурный хирург направил их в платный кабинет. За деньги палец все-таки спасли. А о враче в этот же день появился гневный пост в интернете. Там было написано, что помощи нам не оказали. Мой бывший супруг относится к категории социально уязвимых пациентов. Он состоит на учете по сахарному диабету. То есть эту помощь, за которую доктор требовал деньги, ему должны были оказать в принципе бесплатно. Такой ответ нам дали из Ублздрава. А еще женщина уточняла, будто врач вышел к ним под шофе и чуть ли не кидался драться. После такого хирург с 40-летним стажем обратился в суд. Экспертиза показала, что на дежурстве он был трезв. В Ублздраве тоже подтвердили. Случай был не экстренным, а значит больной мог получить лечение амбулаторно или платно. Даже если у него диабет. Сегодняшнюю победу медик считает победой всех врачей над такими пациентами. Она оскорбила меня пьяной в дымину, покачивался, качала, кидался драться. Лично я ничего от них не просил. Я считаю, не только моя победа и не столько в деньгах. Это победа медиков против того, что втоптали в грязь уже нашу профессию. Только переступив порог, априори считает медика виновным. Он и рвач, он и неуч. Женщина с таким наказанием оказалась несогласна. Говорит, вместо того, чтобы осудить врача, который не оказал помощи больному, отвечать пришлось ей за клевету. Ермакова планирует обжаловать решение суда. Виктория Савельева, Виктор Полян и Денис Храмов. КТК Кокшетау. Ну а сейчас о ситуации в Алматинской школе номер 173. Буквально несколько часов назад там экстренно пришлось эвакуировать учеников. В фойе лопнул перцовый полончик. Детей, которые находились в коридоре, доставили в больницу. В основном это ученики шестых и седьмых классов. По последним данным, пострадали 33 ребенка. Сейчас в здании работают полицейские, но ни они, ни представители школы инцидент не комментируют. Сейчас к детской городской клинической больнице номер один подъезжают родители пострадавших школьников. Сами дети находятся внутри клиники. Кого-то уже госпитализировали, кто-то пока проходит осмотр у медиков. Сказали, что-то взорвалось, какой-то газовый баллончик взорвался. В больнице сейчас ажиотаж. К этому времени известно лишь то, что одна девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в отделение токсикологии было доставлено 33 ребенка. Но учеников все еще продолжают доставлять. Родители говорят, что их дети почувствовали себя плохо уже после того, как вышли из школы. Многих госпитализировали, и их состояние врачи оценивают как стабильное. Тяжелых, крайне тяжелых детей нет. Мы предварительно только, как говорится, предварительный диагноз выставили. Пока занимаемся с детьми, завтра днем уже вам подробную информацию дайте. В Тимиртау осудили грабителя, который едва не зарезал кассиром микрокредитной организации. Он ворвался в здание, разбил стекло и, угрожая кухонным ножом, вынес из кассы 174 тысячи теньке. Дерзкое ограбление попало в объектив камеры наблюдения. Грабителя вычислили сразу. 30-летний местный житель успел купить только бутылку водки. Как выяснилось, в тот августовский день мужчина отдыхал в гостинице со своей знакомой, а потом решил взять кредит. Но из-за отсутствия справки с работы ему отказали, и тогда он пошел на ограбление. В итоге суд приговорил его к 7 годам колонии, конфискации имущества и заставил принудительно лечиться от алкоголизма и наркомании. Около 10% недоношенных младенцев ежегодно умирает в Алматы. Однако медики уверяют, по сравнению с прошлым годом, смертность среди них снизилась в полтора раза. В Международный день детей, родившихся раньше срока, врачи встретились со своими бывшими очень маленькими пациентами. Наши корреспонденты расскажут подробнее. В реанимационном отделении Алматинского перинатального центра Дияра считают почти великаном. При рождении он весил 990 граммов, тогда как в соседних капсулах лежат совсем крохи, размером с ладошку. Мама Дияра признается, когда впервые увидела сына, даже боялась его в руки взять. Таким он был маленьким. Когда я родила, он уже плакал. Смотри, матерически чувствую уже как-то все няло. Она его сюда попала, по-моему, 8 лет. В роддоме сегодня отмечают Международный день недоношенных детей. В гости пришли бывшие пациенты. Четырехлетнюю Вику родные иначе как малышкой не называют. На свет она появилась весом всего 793 грамма. Сейчас же ни в чем не уступает сверстникам. Мама вспоминает, первое время, видя дочку, опутанную трубками и подключенную к аппарату искусственного дыхания, плакала на взрыд. Боялась, что маленькое сердце может не выдержать. Были истерики и нервные срывы. Было страшно. Совет мамам, у которых родились малыши недоношенные раньше срока, это верить в чудо и знать, что оно произойдет обязательно. По данным медиков, случаев преждевременных родов в Алматы становится больше. Только в этом году их 850. Почти каждый десятый младенец. Но, несмотря на это, заметно снизилась смертность. Сейчас она составляет около 10%. В прошлом году было в полтора раза больше. За время своей работы мы стали меньше терять этих недоношенных детей. В том смысле у нас снизилась летальность и очень хорошо. Сейчас недоношенными считаются младенцы весом от 500 граммов. А еще 9 лет назад их даже не регистрировали. Считали биоматериалом, неспособным выжить. И смерти этих малышей даже не фиксировали. Эти считались плоды выкидышей. И они не регистрировались. И, соответственно, не выхаживались и не расценивались, как дети. Но они, конечно, отстают. Они начинают, допустим, сидеть не в 6 месяцев, а в год. Идти не в год, а в полтора. Разговаривать не в два, а в три и в четыре. Но к моменту школы практически все дети догоняют своих сверхних. Медики уверены, шанс выходить недоношенного младенца возрастает, если он окружен любовью и заботой родителей, слышит их голос и чувствует прикосновение. И наоборот, его состояние может резко ухудшиться, если с ним не разговаривать. Приходит папа к ним, и мы каждый день делаем кенгуру. То есть это выкладываем на грудь папы детишек. Потом встает такой, яжно спотел, наверное, там что-то в этом роде говорит. Вообще папа боятся. По словам врачей, главной причиной рождения недоношенных детей остается несоблюдение будущими мамочками необходимого режима. Они редко проходят медицинские обследования и не заботятся о правильном питании. Царина Утенва, Галина Базаева, Алмаз Нурдос, КТК. Сейчас реклама. А после мы продолжим новости на КТК. В Алматы под машиной обвалился асфальт. Авто застряло на новой дороге. Каждый год вот так делай ты, опять проваливай ты. В Казахстане хотят штрафовать владельцев животных, которые не убирают экскременты за своими питомцами. Необходимо рассмотреть возможность выделения отдельных территорий для выгула собак. Столичные девушки боролись за корону. В Астане выбрали свою королеву красоты. Мне просто не то, чтобы повезло, я очень старалась. На КТК новости. Мы продолжаем выпуск. В Астане озвучили причины, по которым банки не хотят предоставлять льготную ипотеку по программе Нур-Лежер. Дело в том, что по условиям программы банки не могут начислять пеню после шести месяцев просрочки. Нет у них и возможности забрать жилье, если оно у заемщика единственное. Чтобы пробудить желание кредитовать по госпрограмме, в Министерстве по инвестициям и развитию хотят позвать на помощь казахстанскую ипотечную компанию. Она должна найти 50 миллиардов тенге и передать их в финучреждение. По мнению специалистов, тогда банки не будут рисковать собственными средствами и охотнее начнут выдавать кредиты. Однако депутаты с таким раскладом не согласны. Они считают, что банковский сектор, на оздоровление которого и без того тратятся бюджетные деньги, должен пойти навстречу государству и казахстанцам. Банки второго уровня думают по-другому. К примеру, они хотят начислять пеню, чтобы в итоге переплата у людей была больше в разы. Мы же считаем, что банки тоже должны поработать для народа. Если государство им помогает, почему они не должны помогать народу? В Карагандинской области озвучили, наконец, результаты проб воды реки Сырысу, в которой нашли тонну мертвой рыбы. В водоеме эксперты не обнаружили никаких инфекций. В воде увеличен состав соли, однако это не могло вызвать массовую асфиксию рыбы, уверены экологи. Таким образом, спустя почти месяц специалисты так и не смогли назвать причину мора. Около тонны мертвых тушек сазана, карася, щуки и платвы обнаружили на 15 километрах прибрежной полосы. Ущерб оценили в полтора миллиона тенге. Собранные материалы теперь отправили в Институт рыбного хозяйства. Версию о вредных выбросах с завода по переработке золотой руды эксперты единогласно отрицают. Главный аргумент – предприятие находится в 100 километрах от места. Местные жители считают, что инфекцию, которая вызвала массовую гибель рыбы, давно унесло течением. Пессимистичные выводы делают и общественные деятели. Мы сможем отправить пробу этой рыбы в лучшие европейские лаборатории. Дело в том, что у нас сейчас в лаборатории контролируют 10-20 веществ, 15 веществ. В Европе принято контролировать 500-600 веществ, которые могут быть опасны для рыбы. Эти случаи идут каждый год. Массовая гибель сайги, гибель тюленей на Каспии, теперь гибель рыбы. И всегда все разводят руками. В Алматы уходит земля из-под колес автомобилей. Весьма опасное происшествие случилось на окраине сегодня. Большегрузная машина одного из коммунальных предприятий ехала на вызов. Объезжая колодец, машина резко накоренилась и в буквальном смысле ушла под землю. Алматынцы рассказывают, новые дороги не выдерживают критики и в самом центре города. Сеня Поленица расскажет подробнее. Обычная поездка закончилась происшествием для сотрудника одного из коммунальных предприятий. Новенький асфальт под весом машины просел и большегрузный транспорт ушел под землю на полколеса. Жители микрорайона Калкоман к подобным происшествиям привыкли. Ямы в асфальте и ветки вместо знаков. Все это они видят у себя на дорогах. Горожане рассказывают, после дождя выбоин становится больше. Вот и здесь покрытие провалилось под колесами автобуса. После дождя на следующий день автобус провалился с пассажирами. Только недавно в середине улицы опять провалилось КАМАЗ. Каждый год вот так делает и опять проваливается. Испытание дождем не выдержал и вот этот новенький асфальт. По словам жителей, сюда угодила легковушка. Месяц спустя яма по-прежнему зияет. Об опасности автомобилистов предупреждает лишь пустая покрышка. Подобные ситуации в городе вовсе не редкость. После дождя свежеуложенное покрытие начинает проседать. Месяц назад дорожное полотно провалилось под водовозом. Поливальную машину удалось вытащить только с помощью двух бульдозеров. Почему земля начинает уходить из-под ног после дождя, неясно. Горожане предполагают, все дело в некачественной укладке. Тем, кто попал в дорожную ловушку, юристы советуют обращаться в полицию. Очень много жалоб поступает именно по состоянию дорожного покрытия, по отсутствию дорожной разметки, знаков. В результате чего автомобилисты попадают в различные дорожные транспортные происшествия. По данным вопросам следует сразу же обратиться. Во-первых, это вызвать на место сотрудников дорожной полиции. После того, как материал зафиксирован дорожной полиции, и вызов прошел по номеру 102, необходимо будет сразу же обратиться заявлением в прокуратуру района. Специалисты уверяют, доказать свою правоту и наказать виновных в дорожном деле гораздо проще, чем кажется. Новый асфальт, проложенный по всем стандартам, должен служить не менее пяти лет. Это гарантийный срок, установленный законом. В Казахстане просят ввести штрафы для владельцев животных, которые не убирают за своими питомцами. Это случится, если в правительстве примут новые правила отлова и содержания собак и кошек. Сейчас специально отведенных мест для прогулок четвероногих по-прежнему нет. Алтын Мендебаева расскажет, какие еще новшества ожидают животных и их хозяев. Айдар Тлеудинов после укуса собаки лечился несколько месяцев. Животное напало на него прямо в центре Алматы. Мужчина признается, он до сих пор содрогается при виде четвероногих, особенно когда гуляет с детьми. Полгода назад меня покусала бездомная собака. Конечно, очень бы хотелось, чтобы собаки были на поводке, на мордниках, желательно в специально отведенных местах для этого. В городе я наблюдаю очень много беспризорных собак, ходят стаями иногда. И вот теперь алматинские депутаты хотят ограничить места для выгула собак. В первую очередь под запрет попадут территории детских, дошкольных и медицинских учреждений. Однако собачники уверяют, в городе и сейчас вообще нет специальных площадок для животных. А вот штрафы для тех, кто не убирает за своими питомцами, просто необходимы. Ведь эта норма действует во всех цивилизованных странах. Даже принцесса Швеции ходит за животными на улицах Нью-Йорка и не стесняется замарать ручки. Нет, это большая проблема, потому что нам приходится гулять вдоль домов, за домом. Здесь очень много у нас собачников, очень много вот таких крупных собак, которых люди многие опасаются. Его естественные нужды мы вот сюда собираем, где-то у них пакетики даже есть. Зоозащитники предложили увеличить время содержания бездомных животных в приемнике до 60 дней. Ведь нередко по ошибке отлавливают и домашних животных. Сейчас срок составляет всего трое суток. Каждый день в Алматы усыпляют около 70 четвероногих. По требованию международных документов и по законодательству необходимо рассмотреть возможность выделения отдельных территорий для выгул собак. Чтобы собака вольно дрессировалась, мы переходим на гуманный метод отлова. Гуманный метод отлова – это отлов с помощью гелевых браслетов и переносных вольеров. Новые правила ведут до конца года. Но их сначала должны утвердить в Маслехате Алматы. Зоозащитники хотят обезопасить и кошек. Их предложили вакцинировать, стелилизовать и отпускать на волю. Если новые правила примут, то животных нужно обязательно будет регистрировать, вакцинировать и чипировать. Полицейские Алматы уберут левые повороты на всех центральных проспектах города. Они не исключают, что в первое время это доставит массу неудобств водителям, но менять свое решение не намерены. Когда были левые повороты, обязательно случалось дорожно-транспортное происшествие с отягчащими последствиями. Кроме этого, вы сами заметили, наверное, до последних 10 лет мы боремся с тем, чтобы исключить левые повороты на больших магистральных улицах. Это, можно сказать, именно круг по Аль-Фараби, Саина, Восточная бездная дорога и Рыскового. Мы заметили, что за этот год у нас там на 90% снизилась аварийность. Поэтому, когда мы что-то вводим, действительно, народ, водители с этим не соглашаются. Но в дальнейшем мы видим, что и пропускание способности там увеличивается в два раза, и травматизм на дороге уменьшается больше 50 раз. На каких еще улицах и проспектах Алматы в ближайшее время также уберут левый поворот или разворот, ведомцы пока не уточнили. В целом же дорожная обстановка и стражи порядка сейчас довольны. Матинские водители стали более дисциплинированными. Самым распространенным нарушением по-прежнему остается использование мобильных телефонов во время движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также выезд на встречную плосу. Только за 9 месяцев оштрафовали 250 тысяч автовладельцев. Они пополнили городскую казну более чем на 2 миллиарда тенге. Животноводы Алматинской области скандалят из-за того, что им нечем кормить скот. В регионе осушили два водохранилища, оставив без полива посевы кукурузы и люцерны. Урожай погиб еще на корню. Теперь они опасаются массового падежа. Подробности расскажет Галина Базаева. Мукан Шалгенбеков из Кирбулагского района с дефицитом кормов столкнулся впервые. Теперь ломает голову над тем, как распродать скот, чтобы не остаться в убытке. Покупать сено, подорожавшее сразу в два раза, стало не по карману. Это водохранилище существовало с советских времен. Рядом есть еще одно. Этой водой пользовались несколько аулов. Летом воды здесь уже не было. Из-за этого урожая не было. Все высохло. Кукуруза и люцерна. Даже на огородах ничего не смогли вырастить. Похоже, ситуации оказались еще около 20 животноводов. Аграрии говорят, несчастья начались в апреле, когда местные власти, не посоветовавшись, решили почистить водоемы. Говорят, хотели как лучше. Нам сказали, что водохранилище будут чистить и воду всю приказали выпустить. Потом появился какой-то участник тендера. Обещал почистить, но пропал. Капитальный ремонт водохранилищ затеяли чиновники областного управления сельского хозяйства. Они же провели тендер на 196 миллионов тенге. Позже результаты конкурса из-за нарушений отменили. А два водохранилища так и остались без воды. Вместе с ними без полива остались земли. И в конечном итоге и животноводы без кормов. Продавцы сена ситуации, естественно, воспользовались. Цены взвинтили. Теперь мы будем просить деньги в 2018 году. Для этого нужно будет переделать проект, исправить все недочеты. Потом водохранилище нужно обслуживать. Если из бюджета выделять деньги, то нужен кооператив водопользователей. Его пока нет. Но крестьяне просят просто оставить их в покое. Долгие годы они самостоятельно следили за водохранилищами и не знали бед. Но едва вмешались чиновники, начались несчастья. Пока спасает природа. Ноябрь выдался теплым, скот пасется в степи. Но к зиме от него придется избавляться. Из-за дефицита и дороговизны кормов держать его невыгодно. Галина Базаева, Андрей Масан, КТК, Алматинская область. В Астане назвали имя самой красивой девушки города. Симпатии жюри оказались на стороне 21-летней Нурсулу Беджановой. Родом она из Алматы, а в столице учится в Казахской национальной академии хореографии. Бахтияр Даркеев наблюдал за победным маршем новоиспеченной мисс Астана-2017. Главная опасность на сцене это даже не волнение, а высокие каблуки. В сочетании с длинным вечерним платьем дефиле превращается в настоящую полосу препятствий. Устоять удалось всем. Помогли многодневные репетиции. Из 300 кандидаток в финальную часть конкурса прошли только 18. Отбирали несколько месяцев. Девушка, которая титулом обладает таким, она должна составлять такой самородок всего. То есть и красота внешне душевная, и в то же время и интеллект должен быть, и добрая душа. И такие девушки есть, поверьте. Если в красоте девушек можно было убедиться воочию, то о наличии интеллекта приходится только догадываться. От живого общения конкурсанток с публикой организаторы отказались. И понятно почему. За кулисами творился настоящий хаос. Волнение просто зашкаливало. Поэтому рисковать никто не стал. Ограничились лишь короткой визитной карточкой. Всем добрый вечер. Я Ержанова Даная, ассистент арт-консультанта. И мой порядковый номер 14. Двухчасовая шоу-программа пролетела незаметно. Девушки дефилировали по сцене, танцевали для зрителей. А те, в свою очередь, снимали их на телефоны. Кульминацией стало объявление имени «Мисс Астана-2017». Самую красивую девушку в столице выбирали дизайнеры, бизнесмены, певец и боксер. Победительница в номинации гран-при конкурса «Мисс Астана» становится «Бегжанова Нурсулу». «Бегжанова Нурсулу» «Мисс Астана-2017». Вот она, первая красавица нашего города. Новоспеченная «Мисс Астана-2017» – 21 год. Она студентка Казахской национальной академии хореографии. В Астане живет несколько лет, родом из Алматы. Увлекается верховой ездой. Конечно, верила. Это мой первый конкурс. Я переживала. Все конкурсантки были очень красивые. Я верила в первую очередь в себя. Конечно, было нелегко, потому что, как я уже повторяла, это мой первый конкурс. Я очень рада, я очень счастлива. Мне просто не то, чтобы повезло, я очень старалась. Я постаралась, и я думаю, я заслужила. Вместе с короной Нурсулу Бегжанова получила подарки от спонсоров мероприятия. Но, пожалуй, главный из них стал право выступать на конкурсе «Мисс Казанстав». Бахтияр Даркеев, Роман Расулов, столичное бюро КТК. А прямо сейчас «Наша правда». Сегодня в студии Роман Гринькиф, которому в 21 год сообщили, что его родная мама ему вовсе не мама. Что произошло, и какая тайна кроется в судьбе молодого человека? Оставайтесь на КТК. До свидания.